МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Мы продолжаем наши увлекательные прогулки. Место встречи – улица Социалистическая, дом номер 85. В самом центре старого города сохранился дом, в котором на протяжении многих лет жила известная среди хасидских евреев семья. В 1880 году 18-летний юноша из религиозной семьи Давид Барбаш переезжает из города Бердичево в Бобруйск, где жила его невеста Мушка Шнеерсон. Ее отец Шмария Шнеерсон был раввином хасидской общины в городе. Первые годы молодая семья жила в доме родителей Мушки. А в конце 19 века Давид купил дом на центральной улице Бобруйска. Он занимается торговлей мануфактурными товарами. По-прежнему приписан к Бердичеву. Рядом с деревянным домом он строит еще один каменный, двухэтажный. Во дворе находится амбар с сараями. В одном доме он живет с женой и детьми, в другом находится его магазин и склад для хранения товара. В 1901 году Давид Барбаш записывается в Бобруйской городской управе в купцы первой гильдии. Следующий год для него трагический. Утром в пятницу 19 апреля 1902 года в Бобруйске происходит большой пожар, который уничтожает почти полторы тысячи домов и различных строений. Во дворе Давида Барбаша сгорают все деревянные постройки, а от каменного дома остаются всего лишь стены. Недвижимое имущество было застраховано в Санкт-Петербургском страховом обществе, и в июне того же года хозяин получил страховое вознаграждение за понесенный ущерб. Но пожар уничтожил даже железную крышу каменного дома. Все печи, мебель и вообще все имущество, в том числе товар на крупную сумму денег. Движимое имущество не было застраховано. Пожар уничтожил 1200 томов древних еврейских книг, и это стало для Давида Барбаша большой трагедией. Тогда купец первой гильдии Давид Барбаш пытается получить возмещение ущерба за сгоревшее имущество. Через частного поверенного он обращается в суд с сыском на управление Лебаво-Ровенской железной дороги. Но, к сожалению, проигрывает дело. В ноябре 1873 года над Бобруйском прозвучал первый паровозный гудок. Через город прошла Ландварова-Ровенская железная дорога, которая соединила город на Березине с портами Балтийского и Черного морей, индустриальными центрами Белоруссии, России, Украины, Польши, содействовала сближению сельскохозяйственных и промышленных районов. Управление железной дороги располагалось в Минске. Открытый для движения поездов участок Минск-Бавруйск был четвертым направлением от Минска. 30 апреля 1876 года было принято решение присоединить Кландварова-Роменской железной дороги бездоходную Лебавскую и изменить название дороги на Лебаво-Роменскую. После пожара семья проживает в доме Шниерсона, а в это время строится большой каменный дом взамен двух сгоревших. В доме имеются жилые помещения, а также помещения для торговли. Однако для большой семьи из складов места не хватает. И тогда семья Барбаш строит еще два дома. Магазин тканей в доме на Муравьевской пользуется спросом. Доходы растут, и в конце 1904 года у Давида Барбаша самый большой годовой оборот среди торговцев аналогичным товаром. И это несмотря на то, что времена не самые благоприятные. Идет русско-японская война. Кроме мануфактурного магазина Барбаша, здесь на первом этаже этого дома находился и магазин бокалейных товаров Каплан, и магазин фруктов Мокши-Вакселя. На протяжении многих лет помещения в этом доме на Муравьевской улице сдавались в аренду. Во время Первой мировой войны часть семьи Барбашей уехала в Румынию. В городе Ясы один из сыновей Давида, Ягуда Лейб, владеет текстильной фабрикой. Дочь Шейна Ривка, которая стала женой Равина, Шмуэля Беспалова, еще раньше уехала на Украину. Позже ее семья вернется в Бобруйск. Тесть Давида остается в городе. Он, как духовный лидер хасидской общины, не может оставить своих учеников и последователей в это трудное время. 1919 год для Равина Шнеерсона был трагическим. Умирает зять Давид Барбаш и погибает его любимый сын Менахем Мендель. 1941 год станет годом еще более страшной катастрофы. В разных городах, в том числе в Ясах и в Бобруйске, будут расстреляны дети и внуки Давида Барбаша. Сегодня его потомки живут в разных странах. И я надеюсь, что они знают, что в мире есть замечательный, тихий и спокойный город на Березине. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Мне нравятся здесь очень люди. Очень много достопримечательностей, на которые можно посмотреть. Это очень старый город. Очень много разных домов, разных построек. Очень интересно наблюдать, по парку гулять. Я люблю этот город. Бобруйске мне нравится то, что здесь открытые люди. Они более общительны. Всегда помогут, расскажут, подскажут. Отличный маленький зеленый город. Город очень такой красивый, люди приятные, ну и атмосфера какая-то хорошая. Прекрасный город, если честно. Люди хорошие здесь, в принципе, красиво. Много красивых мест. Он очень зеленый город. И чистый. И люди в нем очень приветливые. И доброжелательные. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах – разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру. Мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута, дом, работа, дом, то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова